Музыка От Житомирской общины, вашей общине, братский привет и благословение. Имею поручение от своего Рэбе быть не просто здесь как частное лицо, но и как и представитель своей общины. Шаббат шикарный. Состояние хвалы всегда для меня было особым. Братья и сестры группы прославления. Вы пели прямо в сердце мое сегодня. Дело в том, что я сам на сегодняшний день служу в общине именно в прославлении. Иногда мне позволяют его вести. И это действительно просто чудесно, необычайно и величественно славить Бога своего и простираться к Нему в жертву хвалы и сваловословия. И я вам скажу честно, лично за себя. Мне здесь более комфортнее, чем там. Каждый раз, когда я попадаю на чьё-то служение, мне хочется быть вот с группой здесь. Ну тут особое присутствие. Кто и реально в сердце поклонник, тот знает, о чём я говорю. Просто хочется ему петь и ликовать. И я хочу спеть ему. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон 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 «Симон» Родом я не из Житомира, родом я из Донецкой области, а у нас там всегда весело, можете даже не сомневаться. Но через 6 лет заносов я попал в Житомир, мне там понравилось, люди классные, все хорошо. Проехал, наверное, уже к тому времени почти всю Украину. А в 28 лет, а, и все время я знал одну очень важную вещь, если я погибну, быть мне в аду. Вот мне не надо было, я помню, ко мне подходила когда-то бабушка и говорила, сынок, вот знаете, вот. А я говорил, послушай, мать, я с Богом договорился, я не трогаю его, он не трогает меня, у меня своя жизнь. Но при этом я всегда знал, что если я погибну, быть мне в аду. И в 28 лет так уж получилось, что я пришел к Господу. Я покаялся довольно принципиально, как мне тогда казалось, потому что в тот же вечер мне предложили одно денежное резкое дело. И у меня такое, я думаю, где ж ты взялся, красавец? Я ж только что сжег все мосты, что ж ты, что ты за переправщик такой, что ты мне новый мост тут решил выстроить. И как-то Бог дал милости мне такой, твердости, и сказал, я говорю, нет, нет. Мне все хорошо, твои его предложения мне неинтересны. И жизнь началась с Господом. И где-то только на четвертом году своей жизни, едя в автомобиле с одним пастырем Церкви Победы в Житомирской области, там есть такой город Романов, сестра она. Мы едем туда с общины проводить вот этот вот мемориальный молебен на могиле расстрелянных евреев. И мы начинаем разговаривать о том, кто как пришел к Богу, что было за эти четыре года. И вдруг я понимаю, что первых три года моего хождения с моим Богом были годом необычайной радости и крыльев за спиной. Но при этом это были годы тотальной нищеты. Я вдруг понял. Я тогда вообще на это не обращал внимания. Самые счастливые первые года мои с Богом были годы тотальной нищеты. И дело доходило до того, что я ходил по городу, примечал яблони в августе месяце. Было одно важное условие. Яблони не должны расти в чужом огороде. И даже ветки, если свешиваются на улицу, их трогать нельзя. Это чужие яблоки. Поэтому если ты их будешь сбивать, ты будешь что делать? Воровать. А я же принципиально сжег мосты. А в городе росли. Сейчас не знаю, я не смотрел давно за яблонями. Слава Богу. Но тогда были яблони, действительно растущие в городе. И я вот вечерком с палкой, кульками. Я набивал себе 2-3 кулька яблок. И это была моя еда. Ну, несмотря на это, я же в общине. Несмотря на это у меня появился дом. Появился друг. Дорогоценный и дорогой. Появился дом, который стал мне в Житомире второй семьей. И там тоже Бог что-то сделал с моим сердцем. Наверное, это первые люди, которые учили меня любить. То, о чем сегодня говорили, я говорил, да, сегодня, это начинает звучать повсеместно. Вот эта фраза нашего Господа Ишуа. Возлюбите друг друга. Возлюбите ближнего своего. Как я возлюбил вас. Это сейчас начинается, но снова силой звучать повсеместно. И эти люди впервые, ну, показали мне, как можно любить ближнего своего. Ихние дети выросли у меня на руках. Мама этих детей умерла у меня на руках. Год назад мама этой мамы не умерла у меня на руках по той простой причине, что в это время я был на смене. Там я работал тогда. В охране в городе Киеве я был на смене. И когда я приехал, уже все было кончено. Бог мне показал на четвертом году хождения с ним, ну, всю трансформацию, которую он проводил со мной в это время. А потом он начал движение дальше, до сегодняшнего момента. И продолжает ее. И иногда это очень неприятно, иногда это очень тяжело, потому что он иногда обрезывает достаточно жестко. Но ты понимаешь, что это во благо, и ты говоришь, аллилуйя тебе, Бог мой. Даже если я этого не хочу. Даже если мне от этого больно. И даже если мои мысли не понимают вообще тебя, что ты со мной делаешь. Продолжай это делать, потому что твое намерение для меня во благо. Даже если я стараюсь вырваться из твоей руки, не отпускай меня. Потому что твои намерения во благо. И в эти первые годы жизни, когда я каялся в харизматической церкви, а мне говорят, пойдем к евреям. Ну, пойдем к евреям, так к евреям. Я сегодня тоже говорил, с утра мы разговаривали об антисемитизме. Я воспитан в семье, в которой понятия расизм, национализм, антисемитизм в априори не присутствовали. И всегда говорилось, что все люди, они равны. Нет, у них лучше, у других хуже. Только потому, что кто-то темнее, кто-то желтее, кто-то светлей. У кого-то не такой нос. И он немножко картавит, когда говорит буква Р. Это, ну, все люди равны друг перед другом. Так говорилось. И когда мне сказали, что пошли к евреям, пошли к евреям. Почему бы нет? А что там? А там классно. А в чем класс? А у них как на свадьбе. Говорю, в смысле? Говорю, в смысле? Ну, сегодня было реально как на свадьбе. Кто был на свадьбе, видел, как дети танцуют на свадьбе. Этот парень сразил меня сегодня. Просто. Я давно такого не видел. Ну, пошли к евреям. Приходим к евреям. А там движуха уже. Там уже гремит музыка. Там хороводы. Я смотрю, берет ихний пастырь какой-то такой. Я понимаю, что это рог. И начинает в него трубить. Из первого звука этот звук проникает в меня. И я стою такой. Знаете, вот в Писании написано. Господь исполняет желание сердца праведника. И у меня желание сердца. Господь, я хочу трубить в этот рог. Я же музыкант. Я же умею трубить. Да, кстати, не дуть. Трубить. Дуют в дудку. Трубят в трубы. Не путайте. Поэтому трубить в рог надо. А не дуть. Я говорю, я хочу трубить в этот рог. И, о чудо, через год я в этой общине, куда меня привели в гости, уже был на роли шафариста. Причем, человек, который меня в этом направлял, подгонял, сейчас сидит вон в том зале, там он все руководит, говорит, давай, чувствуй. Чувствуй, когда. Валик, большое тебе спасибо за это. Реально помог раскрыть это чувствование трубного звука. Но трубный звук. Это я потом прочитал. Блажен народ, который знает трубный звук. И я такой, когда прочитал, думаю, мама дорогая, я же знаю этот звук. Он же перевернул меня. С первой ноты перевернул меня. Он просто пронзил всего. И я стал официальным, неофициальным шафаристом. Как тут сегодня опять? Утро сегодня удивительное. Мы сегодня выяснили, что с вашей благосостоянной семьей мы были, да, Тань, да? Мы были в одном месте, в одной команде. Команда была обширная, международная. Романа Армановича точно помню. Валентина Романовича точно помню. Тогда были тоже Львов, Львовский фестиваль еврейской музыки, Бернис и команда там просто. Я был в анализационной команде. Было круто. А через пару лет после всего этого мне Бог говорит, ты антисемит. Как это? Я? Ну да. А что я антисемит? Ну потому что я тебе говорю, ты антисемит. Так я ж в еврейскую мессианскую общину хожу. У меня ж он кипа на голове. К тому времени Талит подарили. Он там лежит. Я был просто шокирован. Как я? Она говорит, а ты посмотри на народ. Ну вот твои отношения. И вы знаете, я был в потрясении. Я был в жестком потрясении. Оказывается, можно ходить, петь, трубить, носить культурные какие-то вещи. Да, кипа, Талита. В другом же народе никто не носит во время богослужения. Мужчины точно не носят. И ты, Бог тебя обличает. И что же делать со всем этим? Да не беда, я тебе помогу. И он начал перестраивать вообще мой взгляд на Израиль. И с того момента, по сегодняшний день, во мне есть такое, знаете, внутреннее негодование. Когда еврейский народ, история которого полна славы Божьей, сужают и опускают до уровня местечкового, ну скажу так, маланца в кепочке с хитроватой прищуренным глазиком, в жилеточке потертой, который с хохмочками разговаривает и танцуя закладывает большие пальчики за лацкан и жилеточки. Я понимаю, я с того момента знаю, точно это не еврейский народ. Это что хотите, но если вы хотите узнать еврейский народ, откройте книги Ветхого Завета, почитайте о Давиде, почитайте о Гидеоне, а потом вернитесь к книге Нового Завета и почитайте об апостолах, Павел, Петр, все они. И обратите на эти герои веры. Вы хотите знать, кто такой еврейский народ? Не делайте из него карикатуру. Его жизнь, его культура, она полна Божьей славы. Просто преисполнена. Ни один другой народ столько не имеет славы, сколько имеет еврейский народ. И с этого момента, как Бог переродил мое отношение к Израилю, как-то все стало чуть-чуть по-другому, поживей пара дней. И однажды я был в таком недоумении, у меня возникал всегда вопрос, почему евреи, ходящие в христианские церкви, не переходят в мессианские общины? Вопрос как бы не сильно важен, потому что ну и так евреи спасены, можем сказать, аллилуйя, да? Но как бы не совсем понятно, как для меня, человека, который, ну я не знаю ни одного своего родственника, который был бы евреем. И мой друг, который еврей сказал, говорит, я говорю, почему, я ему говорю, скажи мне, почему я, будучи не евреем, больше переживаю все, что связано с еврейством в Писании, нежели евреи, ходящие в церковь? И он мне сказал, интересная фраза, запомнил на всю жизнь. За все то время, которое ты отдал для того, чтобы донести слово Амашихи Израиля, его народу, ты настолько пропитался еврейством, что оно в тебе больше, нежели в тех, кто по крови. И они не приходят. Но это произошло именно тогда, когда Бог переродил мое отношение к Израилю, именно показал свою славу в этом народе. И в прославление я попал через, наверное, лет шесть. Нет, даже больше, через лет семь я пришел в прославление. Я ж музыкант. А каждый музыкант что хочет? Не только быть знаменитым. Ну, так или иначе. Кто на уровне Кабаков, кто на уровне региона, а кто на уровне всего земного шара. И когда меня впервые, я думаю, ох, ты ж музыкант, давай сюда, давай ближе. Я такой шаг делаю, так хочу, а потом, стоп, что-то меня не устраивает лично во мне. И я вдруг понимаю, что вот эта сцена будет мной использована для самореализации. Понимаете? Не для хвалы Всевышнему, а для самореализации, как музыканта, развития таланта своего, который я, который на тот момент еще был, скажем, такой, более-менее живой. И я сказал, Господи, я не хочу так. Или славить тебя, или просто заниматься какими-то другими вещами, прославляющими я, но только не заниматься своего, ну, прикрываясь тобой, заниматься своей самореализацией. И на это потратилось много времени. Но когда это закончилось, пришло время отпеть ему песни. И сегодня хвала Всевышнему. Это просто радостно, еще раз говорю, величественно, славить своего Бога на всяком месте. Вот такое у меня к вам сегодня свидетельство о своей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok